И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим все то, что произойдет уже на этой неделе. Какие грядут большие изменения в нашей игре и что же произойдет уже ближе к концу этой недели. А именно в четверг у нас уже анонсируют все эти замечательные изменения. Но в пятницу выйдет долгожданное обновление. И речь сегодня даже пойдет не про 1 апреля, не про дополнительные голды. И не про праздник, который все так долго ждут, чтобы заформить вкусные премочки. Сегодня об этом мы говорить не будем, но быть может уже завтра на этот счет мы тоже обсудим все это дело. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, где мы обсуждаем все самые интересные и наболевшие темы, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Также не забывайте, конечно же, подписываться на этот замечательный канал. Ну и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов. Прямо сейчас такой розыгрыш проходит по моему личному тегу. Для этого вам нужно зайти в настройках игры, в аккаунтики, установить мой личный тег. Вот здесь вот тимпшечку устанавливаете. Дальше заходите в магазин и оформляете какую-то покупку. Ну и спускаетесь в описании и заполняете форму для участия в этом розыгрыше. Ну а сегодня я бы хотел поговорить о том, что же будет уже на этой неделе. На этой неделе изменится челлендж. Изменится, ну, кардинально, наверное, игра с удалением полностью 10 дронов. Удалением батареек и появлением как раз-таки новых устройств на корпуса. Вы спросите меня, почему я уверен, что это произойдет именно на этой неделе. И почему именно в этот четверг у нас появится анонс, а в пятницу выйдет это обновление. Да, почему ребаланс дронов произойдет именно сейчас. Все максимально просто. У нас конец месяца и новый месяц именно первое число выпадает на субботу. Уже есть информация о том, что у нас будет новый челлендж на 300 звезд. Соответственно, если у нас есть такие глобальные изменения в челлендже. Ну и в связи с тем, что у нас уже два видеоблога назад было анонсировано изменения, связанные с дронами. То я считаю, что уже 100% пришло время для того, чтобы вводить эту обнову. Потому что уже большое количество игроков страдает из-за того, что у них просто-напросто нету батареек. Нет возможности их дополнительно получать ни из каких контейнеров. И соответственно, они просто вынуждены играть на дефолтных дронах-брутах в нашем матчмейкинге. Поэтому я считаю, что это время уже пришло. И уже на этой неделе грядут большие изменения. Также у нас будет удалено 10 дронов. Если вдруг кто еще не знает, у нас в игре останутся лишь только ходовые дроны, которые дополнительно увеличивают припасы. Плюс брут и плюс еще какой-то у нас был дрон. Я правда, честно говоря, не помню. Но в сути дела особо сильно это не меняет. То есть у нас остаются только дефолтные ходовые дроны. Которых... А, ну вот наверное диверсант и остается. Раз он здесь у нас переместился. А вот эти вот дроны, драйвер, десантник, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот эти вот 10 дронов у нас как раз таки будут удалены. У нас остается только брут, механик, защитник, бустер, ловкач, диверсант, гиперион и кризис соответственно. Также, что касаемо батареек. Многие до сих пор мне задают вопросы, как и что там произойдет с ними. Хотя я уже записывал видеоролики с батарейками. Но все равно эти вопросы всплывают. Ваши батарейки превратятся в каждый припас расходки. То есть если в моем случае у меня 99600 батареек. Это значит, что мне плюс 99600 прибавится аптечек, прибавится ДАшек, ДДшек, Нитрушек и как раз таки мин. То есть каждого припаса мне прибавится на 99000. Также вместе с этим у нас прозвучала одна очень интересная информация в как раз таки видеоблоге Крайнем. О том, что в связи с тем, что у нас уберутся как раз таки батарейки. Дроны начнут хавать еще какие-то дополнительные энные количество припасов. Об этом у нас сказали. И я думаю, что здесь скорее всего просто увеличится еще по одному припасу на дополнительные, например, защитники, бустеры, ловкачи. На гиперионы плюс по припасу пойдет. И на кризис по одному припасу. Не думаю, что там кардинально что-то прям жестко поменяется. Прям в плотняк. И это будет очень-очень болезненно по припасам. Думаю, по плюс одному если добавят, то в принципе не критично и терпимо. Я бы сказал, наверное, так. Дальше. Что касаемо челленджей. У нас уже получается с нового челленджа челлендж будет на 300 звезд. Это 100% информация. Потому что уже об этом сказали в видеоблоге. Будет возможность проходить этот челлендж намного быстрее. Ну и с ежедневных заданок у нас также будут вместо 50 звезд здесь в каждой заданке будет лишь только по 3 звезды возможность получить. Также большое количество игроков у меня спрашивало. А что же будет тогда с недельными заданиями? Я склоняюсь больше к тому, что с недельных больше вообще не будет звезд. То есть здесь звезды будет 0. То есть здесь просто дают контейнер недельный. 3 контейнера, например, обычных. Ну либо там добавят еще какой-нибудь там обычный конт. Там дополнительный. По 5, например, будет давать. А может вообще ничего не будет дополнительно давать. Просто здесь резанут эти недельные и все. То есть дополнительно больше ничего не будет. Ну и... Ну это, конечно, не 100% инфа. Это лишь мои мысли, что это будет так. Вы можете просто оставить эти недельные заданки. Если кто-то оставляет их под новый челлендж. Вдруг я окажусь неправ. И там, может быть, какие-нибудь минимальные все-таки звезды будут. Поэтому можете, в принципе, оставить все это дело. Ну либо, например, там они вдруг магическим образом не устареют 1 числа. И у вас останутся по 100 звезд. И вы так просто бутс-бутс-бутс-бутс. И челлендж прошли. Может быть и так прокатит. Но, скорее всего, просто с недельных миссий полностью удалятся звезды. С 1 числа. И у вас не будет возможности ничего забрать. Ну и в связи с этим обновлением, с 300 звезд на челлендже, у вас есть возможность чуть ли не за один день его пройти. То есть теперь вы не зависите по большей части от заданок. Вы не вынуждены ждать новые миссии. Вы можете просто поиграть по пару часиков, грубо говоря, в день. Либо если прям у вас там последние дни челленджа, вы хотите пройти челлендж, то просто там постараться побольше поиграть в один день. Да, и все это дело пройти. Исходя из последних ивентов, я могу сказать, что 300 звезд это немного. Да, то есть вы можете это набить даже, даже за один день. Можно набить эти 300 звезд. Если сильно, конечно, захотеть. Так, что-то еще было у меня в голове по мыслям из интересного. Что-то я хотел еще обсудить. Да, что касаемо устройств. Новых устройств на корпуса. Уже с нового челленджа они появятся у нас в челлендже. Они появятся у нас в контейнерах. И, ну, по сути, везде будет возможность их получить. Да, это, ну, наверное, глобальные, глобальные, именно глобальные изменения в нашей игре. Потому что ощущаемость, да, и вообще, ну, вся игра будет немножечко на другом уровне. Да, потому что если у нас, например, дополнительно у вас будет на корпусе еще спасатель, либо еще сверху подрывник, да, который сможет вас уносить, это меняется геймплей. И если у нас разработчики, например, говорили о том, что этот геймплей становится более упрощенным, то, с моей точки зрения, наоборот, ну, упрощения в этом плане мало, да. И это, наверное, разговор как раз-таки о том, что у нас очень часто в игре происходят вот такие вот, ну, не то, что критические, но глобальные изменения, да. Если, например, игрок там не играет в игру месяц, два, три, он потом заходит в игру и такой не понимает, что произошло, да, то есть, как будто новая игра, да, это реально. В последнее время у нас в игре такие вещи происходят и работают. Также у нас должна появляться уже совсем скоро информация по новым скинам, да, по возможности их получения, потому что пока что информации нет, скины появились, появился новый викинга скин. Да, только я вот не понял одного, почему ему даже, ну, название какое-то другое не придумали, почему там, например, скин Викинг ХТ-2, например, не написали, почему написали ровно такое же самое название скина. Ну, для меня это явно непонятно. Ну, и также сегодня у нас закончится, если вы смотрите видеоролик в понедельник, закончится золотая лихорадка и уже завтра можно будет получить награды в виде скина Жига и Легаси, новых устройств, ну, и дополнительного скин-контейнера. Сегодня я еще пока что не покупал свои замечательные трелисники, но уже в течение этого дня постараюсь все это дело реализовать. Как-то так, друзья. Наверное, все, что я хотел сказать, я сказал. Да, ждем изменения, ждем обновления. А, вот еще что. Вместе с челленджами, я вспомнил мысль, которую я хотел сказать. Вместе с челленджами, которые обновляются на 300 звезд, есть большая вероятность того, что уже в ближайшее время появятся контракты. Потому что для меня лично такие глобальные изменения в челлендже и возможности фарма дополнительных звезд как раз-таки свидетельствуют о том, что за этим челленджем скрывается что-то еще дополнительное и интересное. Да, и как раз-таки для того, чтобы получать эти самые звезды, да, теперь надо будет прилагать больше усилия. А если нужно будет прилагать больше усилия, то, соответственно, это тот самый выход на контракты, в моем понимании. И также, не забывайте про вызов принят, в котором большое количество звезд игроки фармят тоже за счет как раз-таки заданий. И уже с нового челленджа, с нового вызова принято, с нового месяца, эта возможность фарма уберется из, ну, как таковой возможной, да. И здесь цифры будут, во-первых, значительно меньше, во-вторых, можно будет четко проследить за теми игроками, которые, ну, набивают большое количество звезд своими силами, ну, либо же их просто покупают, да. Значимость покупных звезд станет тоже больше. И вместе с этим возможность прохождения челленджа с покупными звездами тоже станет более реальной. Потому что, например, покупка звезд, да, в нашей игре. Есть ли у нас звезды вообще? Где тут звезды? Да, вот, например, 600 звезд стоят 3000 танкоинов. 330 танкоинов стоят 60 звезд. То есть, грубо говоря, для того, чтобы пройти вам челлендж, надо потратить, ну, 1600, да. То есть, 1600, получается, 50, да, если правильно посчитал. 1650 звезд. Танкоинов нужно потратить, чтобы пройти как раз-таки челлендж. Ну, вы там можете меньше там потратить, ну, грубо там, 1200 условных каких-нибудь. Тратите там коинов и проходите челлендж, если вдруг у вас нет возможности его пройти, да. В целом тоже такие изменения, ну, наверное, более плюсовые для тех ребят, которые не так много проводят времени в нашей игре. Теперь я думаю, что это точно все. Делитесь своими мыслями, связанными с грядущими обновлениями. Ждете ли вы этот масштабный ребаланс и масштабные изменения в нашей игре? Я, честно говоря, склоняюсь больше к тому, чтобы оно уже побыстрее вышло, да. Все-таки я, ну, когда вот одна обнова приедается, жду каких-то глобальных изменений, да. Для меня это все-таки уже сейчас это контент, да, и я надеюсь, что со всеми этими изменениями контента в игре станет еще больше. В принципе, и сейчас его уже довольно большое количество есть, и можно много чего интересного записывать для вас. Но с такими обновлениями, я думаю, что этого контента будет еще больше, и того контента, который реально будет вам интересно посмотреть. Поэтому поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.